Учение Белки Паджана. Сила произнесенного слова. Раздел «Счастье». Закон равновесия – это закон счастья. Можно пожертвовать всем, кроме равновесия. Счастье – это свободное от беспокойства сознание. Счастье не может прийти к вам, если вы не осознали себя. Сердцевина несчастья находится там, где «я» не распознает «я», а сердцевина счастья, где «я» распознает «я». Дорогие мои, не обвиняйте никого и никогда. Что бы ни произошло, вы должны быть об этом просили, и вы должны быть просили об этом с определенной целью. Имейте терпение, поскольку терпение вознаграждается. Величайшая трагедия заключается в том, что каждый говорит, что он может дать вам секрет счастья. Это самая большая ложь на этой планете. Никто и никому не может дать счастья. Это невозможно. А мы так хотим купить счастье, что когда кто-то говорит, что может дать его нам, мы попадаемся на эту удочку. Почему люди поклоняются Богу ради счастья? Почему люди вступают в брак? И для счастья. Все делается воинно и для счастья. И по-прежнему счастья нет. Что делает человека несчастливым, когда у него есть желание, и оно не удовлетворяется? Не имеет значения, какое это желание. Все в вашем жизненном опыте должно вести вас к счастью и праведности. Человек страдает по одной причине. Человек теряет свою невинность. Теряя свою невинность, вы заканчиваете конфликтом. Целью вернуть невинность, чтобы вселенское сознание служило вам и поддерживало вас. Если вы можете помнить, что вы часть бесконечности, то с вами не случится ничего плохого. Можно дать только одно определение Богу. Бог — это тотальность. Когда вы знаете свою тотальность, у вас нет страха. Вы должны быть добродетельны. Когда вы добродетельны, вы эффективны. Когда вы эффективны, вы притягательны. Когда вы притягательны, солнечная энергия дает вам полярность. Тогда вы должны быть нейтральны. Когда вы нейтральны, тогда вы обладаете божественным сознанием. Когда вы обладаете божественным сознанием, вы находитесь в гармонии с Вселенной. А Вселенная находится в гармонии с вами. Тотальное творчество соотносится с вами, как ядерный центр психомагнитного поля, тогда вы находитесь в состоянии абсолютного блаженства. Счастье всегда приходит от удовлетворенности, а удовлетворенность всегда приходит из служения. Кто несчастлив? Тот, кто не может плыть в потоке, и тот, кто должен знать слишком много о том, что делать с этим потоком. Все болезни, вся мелочность, все несчастья, вся боль, все беды происходят из одного источника, когда внутри вас слишком много негативности. Кто я и что я знаю? Эти вопросы человек должен задавать себе. Он должен осознавать неизвестное в себе и становиться полностью известным для себя. Это предназначение. Осознанность — это полное признание человеком вселенского существования вокруг него. Всякий, кто расширил свое осознание в этой сфере, найдет большее счастье в своих отношениях с бесконечностью вокруг себя. Счастье приходит из удовлетворенности. Если вы посмотрите, сколько счастливых людей и сколько несчастных, вы удивитесь, поскольку то, что вы считаете счастьем, другой человек сочтет недугом. Так что никогда не судите ничего счастья по своим меркам. Давным-давно на горе жил Божий человек. Он вжил в небольшой хижине с несколькими учениками. Он был удовлетворен. Однажды к нему прибыл король и предложил ему много золота. Король сказал, «О Божий человек, я хочу кому-нибудь служить. Я хочу дать тебе это золото». Божий человек посмотрел на него и произнес, «Большое спасибо, а теперь возьми его обратно». Это рассердило короля, и он сказал, «О чем ты говоришь? Я сам принес все это сюда, а тебе нет дела. Почему ты не принимаешь мой дар?» Божий человек ответил, «Я не хочу, чтобы завтра меня убили, так что лучше забери золото обратно. Возможно, ты не хочешь жить. Золото имеет смысл там, где есть стража. Здесь же живет Бог, а не стража. Оставайся сам со своим золотом». Но кто бы не хотел иметь золото. Однако дело обстоит именно так. Если у вас есть золото, у вас должна быть стража. Если у вас есть стража, у вас есть все связанные с этим проблемы. Если у вас есть это, то у вас должно быть то. И так далее. Жизнь – это игра. Мы не хотим играть, оставаясь непривязанными. Мы хотим играть ради выигрыша или проигрыша. Вот тогда и происходит несчастье. «Где пределы человека? Как можно вас ограничить? Человек ограничен в соответствии со своими привязанностями. Но имеет значение, что у вас есть, а чего нет. Важно то, насколько легко вы можете это отпустить». Вы должен танцевать с телом. И вся Вселенная – это ваша сцена. Попытайтесь почувствовать. Все, что вы делаете – это самое красивое действие, самый чудесный танец. Потому что вы танцуете со всей Вселенной. Оставьте обиду и возмущение. «Пусть ваше свободное сердце ведет вас». Гибкость – это закон жизни. На своем обычном языке мы называем это состраданием. «Если какой-либо человек несчастлив, то это потому, что он желал несчастья. Желая счастья, вы также косвенным образом желаете и несчастья, подобно тому, как день предшествует ночи, и ночь предшествует дню». «За каждым счастьем следует грусть, и за каждой грустью следует счастье». «В том мгновении, когда вы почувствуете себя частью бесконечного, а бесконечная частью себя, ваши ограничения исчезнут, и откроется поток счастья». «Жизнь на этой планете не имеет значения, если мы не прожили ее правильно. По существу, нам известно, что на этой планете имеет значение лишь праведная жизнь. Если мы не прожили свою жизнь правильно, нам будет очень трудно покинуть эту планету правильно. Очень важно понять, что счастье находится внутри нас. То, сколько счастья находится внутри нас, зависит от того, насколько мы открыты, позитивны и насколько мы действительно праведны. В этом секрет счастья». «Почему мы говорим вам помнить о Боге? Что в том, что вы помните или не помните? Что вы приобретаете?» «В том мгновение, когда человек понимает, что потенциально он бесконечен и ограничен только в действиях, он может стать счастливым». «Если что-то происходит не так, ему не следует сдаваться. Он знает, что может стать лучше и сделать все заново. Если Бог с вами, тогда вы велики. Вы можете принять это». «Когда уйдут ваши сомнения, тогда уйдут и страхи. Вы будете чувствовать и переживать счастье». «Бог сотворил вас, и к Богу вы уйдете. Посередине ничего нет. Этот мир – временное пристанище». «Гостите здесь с любовью и помните, что если вы не научитесь жить на этой планете счастливо, ваша душа застрянет на ней». «Если мы научимся проявлять уважение к заботам других людей в этом мире, мы сможем быть счастливы». «Умага-тон» «Умага-тон». «Акаппор. Джерем». «Умага-тон».